Русские всегда были самые отсталые и недоразвитые. Ходили в непонятных штанах и носили за чем-то меха, когда все нормальные европейцы обматывались тряпками. Издавна были нетолерантны, запрещали однополые отношения, в то время как в просвещенной античной Европе мужчины любили любить друг друга. У русских варваров даже не было рабства. Какой позор! Русские – самый молодой народ, поэтому на тысячи лет отстают в развитии от других народов. Раскопки в Триполе и Костенках – это в Украине и под Воронежем – к русским не относятся. То были древние укры. Государство нам построили шведы, даже раньше, чем себе. А умение мыться нам отдали европейцы, причем совсем и безвозмездно. Так что сами даже забыли, что это такое до походов на Аравию. Религию нам преподнесли греки. До этого у русских была какая-то дикая вера, которая запрещала пить алкоголь, давать деньги под проценты и обманывать людей. До греков у нас и письма не было. Письменность нам подарила Византия. До этого русские, когда ходили походами на Константинополь, мирные и торговые договоры подписывали крестиком, а составляли устно, записывая на диктофон. Европа всегда была грамотней Россией. Когда Анна Ярославна вышла замуж за короля Франции, удивилась, что он неграмотный. Но он же король, ему все можно. Мог и не учиться читать. Вообще, Анна была хуже всех при дворе короля. Она одна умела читать, мылась и чистила зубы. Русская дикарка. До Петра Россия была дикой и варварской. А Петр привез много полезного. Табак, парики с овшами, немецкую мужскую одежду с чулками и корсетами. А главное, флот, которого в России раньше не было. Ведь Олег на Византию на руках плавал, а по рекам русские, видимо, на плотах ходили. Америка всегда была лучше России. Они первые сбросили на мирные города атомные бомбы. Первые слетали на Луну. Американец Сикорский изобрел вертолет. Американец Зворыгин изобрел телевизор. Да и, конечно, Америка победила Гитлера во время Вьетнамской войны в Ираке против терроризма. Америка подарила России свободу от СССР. Теперь мы можем свободно одеваться как клоуны, бухать, наркоманить и умирать молодыми. Мы свободно можем посылать на три буквы родителей и забивать на учебу. Можем не обращать внимания на детей и не искать себе работу. Мы свободно можем быть бандитами и проститутками. Теперь у нас, как на Западе, все по справедливости. Богатей жируют, трудяги голодают. Образование скоро будет, как у них. Мы будем такие же умные, как американцы. Заводы накрылись. А зачем? Нефти же навалом. Русские очень агрессивные. Мы напали на шведов под Полтавой, на поляков в Кремле в 1612-м, на Наполеона при Бородино. Мы также неадекватно применили силу в Сталинграде. Мы оккупировали Восточную Европу, которая была свободной под охраной Гитлера. И самое главное, мы нарезали Америке гонку вооружений, хотели на нее напасть, сбросить атомные бомбы и вследствие этого развязали холодную войну. И, конечно, мы вероломно напали на маленькую демократическую Грузию, а Америка ее спасала. Это отрывок из вступительной части книги Дмитрия Рябякова «Почему мы так живем?» или «Борьба за право на жизнь». Не обязательно соглашаться со всем, что написано в этой книге, но, безусловно, ее стоит прочесть. Особенно сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok